Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня на ремонте у нас ноутбук от германской фирмы Medion, модель X6811. Его характеристики. Core i5-480M, 8 ГБ оперативной памяти DDR3 и видеокарта GTX 460M с 1,5 ГБ видеопамяти. Предыстория данного ноутбука такова, что после самостоятельной чистки системы охлаждения у клиента начал отказывать видеодрайвер. Даже при небольшой нагрузке система зависала напрочь. Спустя какое-то время появлялось сообщение о том, что видеодрайвер был установлен. Переустановка Windows и драйверов ни к чему не приводила. После этого клиент извлек видеокарту и отнес ее в сервис. Сам ноутбук клиент не сдавал. И это было правильным решением, так как в сервисе ему вернули якобы отремонтированную видеокарту, но ноутбук с ней не включается вообще. Если ее извлечь, то ноутбук стартует. И вот с этой проблемой он попал к нам. На данном этапе видеокарта уже отремонтирована, и сейчас мы покажем, что было проделано в ходе ремонта. На плате видеокарты были обнаружены и восстановлены четыре поврежденных дорожки, которые уходят под видеочип. Также в районе шим-питания видеочипа, его маркировка SN0808087, был и обнаружен и восстановлен оторванный керамический конденсатор вместе с дорожкой, что идет к шим-контроллеру. Да, ташит на данный шим не удалось найти, но, скорее всего, эти линии формируют обратную связь с видеочипом. И, скорее всего, это повлекло за собой следующую неисправность. Пробои верхнего ключа питания видеочипа. И силовые 5 вольт попали в видеочип. Так как сопротивление чипа небольшое, а 5 вольт практически оказались в КЗ. От этого ноутбук и не включался с видеокартой. Оба верхних ключа были заменены на аналогичные. Далее видим, что на кристалле видеочипа присутствует ряд сколов. Также неисправность верхних ключей может быть следствием короткого замыкания на конденсаторе в линии Bootstrap шим питания видеочипа. У нас эта линия в порядке. Так что к неисправности верхнего ключа ведет обрыв обратной связи. Несмотря на то, что случилось с видеочипом, он подает признаки жизни. Перейдем к замерам сопротивлений питания видеочипа. С учетом сопротивления щупов она составляет 1,3 Ом. Информации по данной видеокарте не нашлось, так что пока будем считать, что данное сопротивление нормальное. Сопротивление видеопамяти 79 Ом. Установим видеокарту в ноутбук и приступим к подготовке системы охлаждения. Удалим старые термопрокладки и термопасту. В качестве теплоинтерфейса будем использовать жидкие термопрокладки К5ПРО. Так, стоп. А термопасту? Термопасту используем ГД-900. Далее по той же схеме подготавливаем процессор и систему охлаждения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ноутбук успешно включился. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok